друзья мои всем большой привет вы находитесь на моем канале у которого наверно новое название дурная голова ногам покоя не дает а почему сейчас я вам объясню если кто-то любит домашние женские дела то есть убор готовку стирку глажку я терпеть не могу это делать и делаю лишь потому что это необходимо для меня например проще заняться с животными в огороде пошевыряться четко мастерить своими руками наверно в это больше относится категории мужских дел и вот зима на дворе я наконец сподобилась разобрать летнюю обувь перемыть ее высушить и вот и меня взбесила одна вещь тут я поняла что мне срочно необходима обувная полка сейчас я вам покажу где у меня хранится обувь только не падать в обморок такого народа нигде нет смотрите вот смотрите все кто недавно переехал свой строящийся дом и здесь уже живет каждый по моему сталкивается с этими недоделками живет в каких-то неудобствах все черт течо сбоку бантик так вот выглядит у меня место для хранения обуви тут поддон стоит но самое интересное смотрите какая у меня полочка для хранения тапок к нам приходит часто очень много гостей а так как дома у меня четыре кошки хоть сто раз в день полисусь на полу всегда шерсть у нас такое большое количество шлепок универсального размера самых дешевых вот купили и хранятся они в ведре смешно вам вам смешно меня вот это вот бесит и в общем решила я прошарить по закромам дома и подыскать какую-нибудь старую полочку для обуви и я ее нашла нашла я ее в гараже я вспомнила что у нас старом доме бабушкиным была какая-то полка вот она где спряталась за моей машины так вам наверно будет плохо видно смотрите это полка времен ссср но чем мне нравятся эссерские вещи они очень прочные в отличие от сегодняшних и некоторые такие раритеты я не разрешаю мужу выбрасывать и сама не выбрасывай вот смотрите здесь хранится у нас всякая херь к ложке здесь вот шторы смотрите раньше всегда были везде штор на дверях на окнах на печке на дверках шкафа и вот здесь стоят какие-то к ложке шлепки старенькие осмотрела я эту полочку она довольно качественно сделала сделано металлической цвет конечно бордовенький этот мне не подходит но я нашла у себя краску спрей серебристого цвета поэтому я могу под металлу покрасить металл в прихожке подвешку подойдет на меня смущает вот это верхняя часть это столешница ее можно отшлифовать конечно покрыть краской но вот этот вот пластиковый кант чем его закрывать ой кошка где-то у меня орёт на улице так в общем попробую сейчас я эту полку отмыть может быть и покрашу вот этот кант тоже не облезнет смотрите какая шикарной полочкой здесь можно повесить веселенькие шторы чтобы обувь на ночь закрывалась от посторонних взглядов любопытных гостей ну что очередная на букву з у меня в голове с окончанием на поволокую эту полку отмывать а что у меня получится я вам потом покажу хороша все на дива так горда и красива что ли это такое все нет ни сна ни покоя вся родня выбирала кто тебе будет пора кто красивый богаче будто жизнь будет злаще за тебя колы мадам душу я валу продам и как будто бы с небес все к тебе толкает вес за тебя колы мадам душу я валу продам пусть бушует сердце кровь мне нужна твоя любовь а лезь ко мне и богатство приходи мое царство и тогда может все же ты поймешь что дороже тонкий желт это не в нас и глаза изумруды а любовь это вечность ведь так было и будет за тебя колы мадам душу я валу продам и как будто бы с небес все к тебе толкает вес и руки дрожат от дрели смотрите я не пойму что это за материал это наверное фанера но фанеры слишком толстая посмотрите вот сверху как будто вот шпон нафига прорезали вот этот вот паз если бы его не было я бы сейчас просто зашлифовал и покрыла бы прозрачным лаком потому что мне нравится в принципе вот это вот фактура этого дерева такая как будто старая доска но меня смущает вот это вот этот паз а с той пластиковой кромкой вообще как-то хреново дешево смотрелось так мне кажется намного симпатичнее смотрите тут вот куку это куку это окно куку тут наверное жучки прятали это же полка времен ссср фсбшники наверно сюда какой-нибудь жучок вставляли кромкой закрывали и подслушивали вот израсходовала практически все свои шлифовальные круги пойду еще посмотрю так что ребят у меня мысль такая наверное я зашпаклю и вот эту штуку не знаю может и краской покрасить которую я шкаф красила но мне честно говоря жалко вот эту столешницу ладно пойду попью кофе отдохну покумекаю потом опять займусь и дрель заодно отдохнет